Дальний Восток 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 с чем ассоциировал чем но обычно говорят с китаем все считают что это практически китай не но это люди которые на карту смотрят а если так вот понимаете проблема в том что у нас есть много городов до у которых есть символы в москве кремль в питере я сам родом из ленинграда аврора или исаакиевский собор для меня я тоже немножко питерец там брали в детство для меня это все равно петр первый ну что то есть да в разных городах есть какие то есть или образы визуальные или в голове что тут мы с вами обсуждали перед передачи о том что в липецке есть на первый металлургический комбинат ну хотя бы это а когда гриш хабаровск я сейчас вот искренне с любовью к стране относясь говорю а ты думаешь а что такое ну я вот их зимой на заговорился мы действительно как бы затеряли где-то посредине между владивостоком и москвой в результате ни с чем пока не ассоциируемся вали а для вас хабаровск что-то значило пока вы не приехали к нам но вот честно сказать я соглашусь пока я сюда не приехал пока я не столкнулся с этим проектом мероприятием я не знал хабаровске как символе чего-нибудь но для меня теперь это символ китов и самолетов только потому что я с этим связался у меня просьба к режиссеру можно сразу показать сайт форума там и киты и самолет и все что кстати это придумали недели две назад буквально назад вам понравилось конечно понравилось просто это с нашим участием произошло поэтому спасибо и я все думал кто придумал хотел похвалить мне не говорили вы спасибо большое круто да если серьезно сергей вы приехали не просто так открыть дальний восток вы участвуете в сессии и будете помогать хабаровчанам как бы продвигать свой регион да я правильно понимаю если хабаровчанам это нужно нужно дам обидно что мы ни с чем не ассоциируемся но дело даже дело мне кажется заключается не просто в какой-то гордости да вот из гордости что-то делать умозрительно дело в том что вот представьте себе я сегодня буквально прилетел 8 часов летит самолет в состоянии каша космическая то что часовые пояса сменились а голова еще нет и мне нужно ответить вот личность на вопрос вали два дня назад прилетел а а зачем я сюда прилетел вот если не на форум то зачем да потому что что такое туризм если говорить о туризме я могу просто сказать что ну ладно я там радиоведущий но я побывал в 51 стране и объехал почти всю нашу том числе за рулем и я должен себе ответить на вопрос что здесь есть уникального а какая здесь кухня да я ничего этого хабаровске не знаю но я хочу чтобы здесь это все было чтобы люди приезжали да из каких-то городов не не может быть даже далеких от хабаровска зная что здесь они получат увидят что-то такое что они не получат в другом месте то есть условно говоря в хабаровске не должно быть в значит завтра английского завтрака в гостинице да бекон яичницу фасоль и помидоры я съем в любом месте страны вам нужно астроганина да я хочу чтобы ну какая-то ассоциация была если я лечу в мурманск да я знаю там будет рыба да какая-то в питере корюшка ну условно говоря правда в сочи шашлык что-то такое зачем то есть хабаровске должны ответить на вопрос зачем к нам поедут люди сюда что они здесь найдут уникального вот найти уникальный комплект из достопримечательностей каких-то современных природы и кухни потому что вы же понимаете мы с вами кушаем три раза в день а иногда и 4 вы 3 4 вот и поймете хочется чтобы все это вместе вот соткалась да вот в какую-то историю которая называется хабаровск когда в голове что-то возникает ассоциация сразу скажу что у нас на мой взгляд лучшая в россии пицца я потом скажу где ее делают дала серьезно даже в италии не везде такая отлично в хабаровск за пиццы это это фишка сейчас если вернуться к форму я уже сказал что он не только для участников не только для туроператоров не только даже для радиожурналистов но в том числе для всех хабаровчан и вот вали как раз разрабатывал культурную программу скажите что хабаровские жители могут увидеть надо отдать должное руководству края молодые активные очень такие креативные ребята которые легко готовы пойти на эксперименты и уйти от стандартных советских времен мероприятий и как например сделать фестиваль воздушных змеев это такая интересная концепция которая она очень легко ложится на территорию хабаровска потому что в небе будет летать пятиэтажного здания размеров огромный кит и в сопровождении кучи разных других змеев и наверно самолетов тоже да нет же киты самолет кит как самолет летает в небе я попрошу еще раз дать электронный адрес сайта фестиваля там вы найдете полностью расписание там даже будет карта где что будет хабаровске происходить потому что это действительно долго перечислять мы все пятнадцать минут только перечисляли все события предусмотрены если вернуться к деловой части сергей а у вас есть примеры когда бы средствами сми удалось раскрутить регион чтобы его узнали понимать какая история мне кажется что здесь важна очень медийная составляющая я вот могу привести в пример то что сделано в калининграде тоже неоднократно там бывал знаком с местным руководством как и с вашим и они привлекли например ну киношники не любят это слово но ки вы кстати очень похожи на солоницына на актера на кого солоницын а увы мне польстили на моих любимых кто мой любимый актер вот видите как быстро человек нашелся так вот они создали очень интересные условия экономические для того чтобы в регионе снимали кино на местной фактуре да и фактически через несколько там пару тройку сериалов они по прогнали по нтв там по первому каналу по россии и соответственно регион начал узнаваться да калининград и без того любили потому что такой мягкий приморский климат туда очень любит для меня например калининград это кант ну для вас кант вы человек просвещенный а люди любят климат мягкий да вот там туда любит очень московские пенсионеры уезжать потому что море все элегантно еда вкусная вот а сериалы его раскрутили то есть сми ну что может сми сми это пропаганда она говорит поезжай в хабаровск да поезжай туда вот у вас программа кстати 15 минут всего да что мы за 15 минут можем показать а вот в кино в сериальном формате можно показать фишки да вот можно облизать город и край так что туда действительно люди захотят поехать это надо привлекать короче говоря мастеров искусств ну я сразу скажу что вам повезло точнее нам повезло у нас еще два дня назад была жуткая погода дождь ураганный ветер а это повалило много деревьев я вам привез да спасибо 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 а вали а вы раньше на дальнем востоке были магадан владивосток но и по сравнению с владивостоком хабаровск как вы же знаете что у нас между двумя городами постоянное соперничество дальневосточную столицу то туда переносит то туда правда да во владивостоке кстати говоря я вот сегодня действительно несколько часов с рейса буквально я очень хочу посмотреть на ваших женщин потому что во владивостоке я обратил внимание там очень много высоких женщин с прекрасной фигурой потому что там местность такая вот рельефная да людям приходится ходить пешком они все подтянутые и носатые я вам скажу что хабаровские девушки красивые да но самые красивые девушки вообще в комсомольске тоже наш город вот совершенно серьезно говорю с молодостью знаю самые красивые девушки уже пообещали мне пиццу женщин вот но в принципе этого достаточно для того чтобы полюбили дальний восток и хабаровский край до я думаю но вы не рассказали вы у нас первый раз да первый раз да скажите честно вот свежим взглядом что у вас понравилось что вам понравилось у нас а что нет ну я должен отметить чистоту характера жителей хабаровска это отзывчивые хорошие красивые духовные люди мне это очень приятно это очень симпатично а что касается хабаровска поскольку я здесь по работе я вовлечен в работу и могу только с точки зрения профессионала рассказать но это совершенно другой разговор хабаровск я уверен особенно когда приземлялся видел те красоты которые я мог бы потом я надеюсь познать это удивительной красоты край просто удивительной красоты особенно разливы рек и вот это вот красивая паутина я представляю как потом я могу познать эту красоту уже изнутри своим взглядом ощутить ее в летнее время наверное здесь просто фантастика а потом ягоды по весь а вы вы видели хабаровска в тот год когда разлился амур 2013 там сверху это было просто потрясающее зрелище хотя мы поволновались то что и одно маленькое замечание вот несколько человек которых я здесь встретил да включая вас а обратил внимание что нет местного акцента никакого нет очень это наша очень европейский русский язык то есть питерско-московский но в москве конечно все намешано но вот мое ухо не ловит никакого диссонанса потому что у нас люди из разных регионов все перемешивается и как бы становится вот идеальный практически русский язык да право да это вот заметно сразу и в завершении обоим вопрос вы бы порекомендовали своим знакомым приехать в хабаровск я-то конечно единственно что увидеть бы но я здесь на три дня поэтому я уверен что я увижу я не то что порекомендовал бы я уже собираю группу друзей чтобы приехать сюда с небольшой экспедиции и узнать красоты хабаровска спасибо на самом деле форум туристический всероссийский открою дальний восток только открывается еще раз давайте покажем сайт форума и картинки там вы сможете узнать все что будет происходить познакомиться с культурными событиями которые подготовил вали в завершении благодарю наших гостей сергея стилавина участника форума теле радио ведущего и валика валевского автор культурной программы форума основатель агентства саботийного маркетинга пепперти на сегодня я с вами прощаюсь завтра смотрите вечером как всегда программу политпрайм